Слудский уксусный завод является одним из крупнейших производителей уксуса в Беларуси. Визитная карточка предприятия качества его продукции. Благодаря этому товар поставляется в том числе и в страны зарубежья. У Слудского уксусного завода богатая история. С 1875 года здесь производили вино, потом спир также занимались консервированием. Только в 1959 году предприятие стало уксусным заводом, и вот уже на протяжении 60 лет производит натуральный продукт высшего класса. Позже предприятие объединялось консервным заводом, а по итогу стало самостоятельной единицей. Далее тяжелые 90-е, когда требовалась модернизация предприятия, а также еще одна немаловажная проблема – дешевый синтетический уксус, который заполонял полки магазинов. Начали в 90-е годы в Республику завозить синтетический уксус за пределы Республики Беларусь, который намного дешевле и который производят и производили с отходов деревообработки и отходов нефтеперогонки. А покупатель, иногда не обращая на это внимание, а смотрит то, что дешевле, то и покупая. Но благодаря, я говорю, когда был Зинон Кузьмич предресполкома, а потом и председателем госконтроля, мы добили, чтобы в Республике Беларусь запросили использовать синтетический уксус у пищевых целях. Сейчас в Беларуси синтетический уксус снова доступен, однако его опасности предупреждает главный технолог Слудского уксусного завода Щербицкая Жанна Александровна. На бутылке будет написано, что это, если это синтетический уксус, что это столовый уксус, а по-настоящему, что это уксусная кислота, разбавленная с водой, где присутствуют и метиловый спирт, остатки, и очень сильные альдегиды, и муравьиная кислота. То есть то, что он же делается на химических заводах, которые производят удобрения или ацетилен. То есть, ну это чистый химический продукт. Да, он дешевый, все разливают его, и на столе как будто бы столовый уксус. Это очень опасно для здоровья. Некоторые люди могли, ну нечаянно, глотнуть, то есть обжигается полностью пищевод, то есть до смертельных исходов. Про вредность синтетического уксуса мы уже услышали. А что насчет натурального уксуса? Есть ли у него полезные свойства? На этот вопрос Жанна Щербицкая также дала ответ. Уксусная кислота, которую мы употребляем вместе с продуктами, не дает сахару, усваивается быстро и откладывается у нас в жиры. Ну то есть это вот прямая дорога к здоровому питанию. То есть салаты с уксусом, это вот наше похудение, наше держание в форме, чтобы мы были всегда здоровыми и красивыми. Еще в первом тысячелетии до нашей эры виноделы заметили, что если оставить вино в открытом сосуде на некоторое время, то оно окисляется и превращается в уксус. Но как это происходит? Разгадка хранится в бактериях. Для создания уксуса эти микроорганизмы должны поглощать спирт или другие спиртосодержащие продукты. Этот процесс достаточно сложный, потому и ценовая разница между биологически чистым и синтетическим уксусом существенная, но вполне оправданная. Сейчас на заводе производится 17 видов уксуса. В скором времени будет выпускаться новый вид – рисовый. И это не конец. Предприятие планирует расширить ассортимент своих товаров. На основе крахмала, содержащей продукции, это зерна и любого другого, что содержит крахмал, можно производить любой новый вид уксуса. В преддверии 60-летия предприятия Александр Рыбак, занимающий должность директора завода уже более двух десятков лет, обратился с поздравлением ко всем, кто причастен к празднику. Накануне нашего 60-летия я бы хотел поздравить наших работников завода, ветеранов завода, наших покупателей с нашим праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов нашим работникам. И чтобы, как говорится, у наших работников была достойная зарплата, и чтобы каждый работник, как говорится, шел на работу с радостью и возвращался домой. И я думаю, что все поставленные задачи, которые мы планируем на этот год и на следующем, мы вполне с ними справимся.